Почему Кадыровых в 98-м году выгоняли из села, и Ямадаевы за них вступились, а также почему старшие дочери Кадырова очень похожи на аварских женщин. Саламу алейкум, Тумсо! Наверняка ты знаешь о конфликте на Донбассе и о причастности к нему РФ. Есть такой блогер Анатолий Шарий. Как, на твой взгляд, правильней? Должен ли народ воевать с более сильным врагом, заведомо зная, что обречен на поражение и исчезнет с лица земли, или покориться и ждать, пока враг ослабнет? Слово «покориться» в этом контексте отвратительно просто звучит. Лидеры государства должны выстраивать такие отношения, идти на какие-то уступки, если в этом есть необходимость в данный период времени. Это задача политиков. Война — это крайняя мера, которой должны прибегать только в случае, когда уже все остальные какие-то там средства уже все исчерпаны, только в этом случае. Но слово «покориться» здесь, я противник этого слова, покоряться нельзя. Надо идти на уступки, договариваться, но не покоряться. Брат, часто иллюзии не вставляют в видео «Е». Ты знаешь, когда есть причина где-то упомянуть, показать, я это делаю. Как вы можете заметить, когда я показываю их ложь явную, как, например, последняя серия «Иллюзии», где они ложанулись просто, облажались, это зашквар всех зашкваров был, когда этот Хамбиев говорит, что в 2004 году Басаев мешал пойти на переговоры, значит, достичь мира с Россией. Уже Путин, когда был готов, говорит, к тому, чтобы сесть с ними за стол переговоров, Басаев тогда совершил теракт в Беслане, говорит Хамбиев, который в то время уже был в рядах российской армии или политики, который был уже предателем на тот момент. Он уже рядом с Кадыровым находился, то есть, это ложь, когда я ее выявил, показал, это никак не откомментировали ни Чикатыркашники, ни тот же иллюзионист, когда он делает там свои вот эти ролики обо мне. Нагло может из этого же ролика взять что-то, да, но никак не ответит на этот момент. Почему? Потому что на это невозможно ответить. Это лажа, вообще всех лаж. И за этим смешно на самом деле наблюдать. Саламу алейкум, Тумсо. Наверняка ты знаешь о конфликте на Донбассе и о причастности к нему РФ. Есть такой блогер Анатолий Шарий. Он говорит о проблемах Украины. Он с самого начала говорил о конфликте на Донбассе, об обстрелах и так далее, и в то же время он не отрицал причастности РФ. Но говорил об этом всегда сдержанно. Его не раз показывали по Рост ТВ, что уже вызывает сомнения в его деятельности. В целом он показывал только одну сторону. Скажи, пожалуйста, свое мнение по этому поводу. Я не могу как-то особо в эту тему вникать. Это все-таки украинский блогер и это украинская тема. Поэтому украинцам виднее, кто там прав, кто виноват. Я не смотрю этого Шария. Мне не интересен его контент. Я помню, что у них там какие-то зарубы были с блогером Камикадзе. Я помню, что этот же Шарий что-то про Навального делал, какое-то там разоблачение. Потом блогер быть или делал опровержение этого разоблачения уже на Шария. И это в целом дало мне такую картину того, что он как-то в целом человек то ли пророссийский, что ли что-то такое. У меня к нему было отношение, я поэтому не знаком с его контентом, не могу ничего сказать. Я могу в этих вопросах ошибаться, поэтому украинцам виднее. Ас-саламу алейкум, брат Тумсо. Прокомментирую вопрос с Ауховским районом. На днях твой друг Даудов сказал, что дом Сойтиева не возвращают до сих пор. Можно ли как-то через международные организации поднять вопрос возврата оккупированных земель? Баркаллах. Алейкум ас-саламу араматуллах. На международном уровне ты этот вопрос никак не поднимешь. Это вопрос, который пока он находится внутри российского поля для международного сообщества. И они, конечно, туда лезть не будут. Это вопрос, который целенаправленно не решают российские власти. Целенаправленно, потому что вот этот очаг напряженности в регионе, его нужно сохранить на всякий случай. В нужный момент, чтобы его разжечь. Поэтому вопрос пригородного района и вопрос Ауха, он будет всегда вот так вот тлеть. В тлеющем состоянии его будут держать. А решить его на самом деле проблем никаких не стоило. Есть даже закон, уже принятый в России, по которому уже давно должны были быть переселены оттуда те люди, которые когда-то были заселены в Ауховский район, я имею в виду. Хозяева, настоящие хозяева этих земель должны были быть возвращены туда, и район должен был быть восстановлен в прежнем масштабе и в прежнем названии. Но это не исполняется, этот закон не исполняется, и разумеется, это делается специально. Специально они его не исполняют, чтобы вот этот очаг напряженности там сохранить. Но, иншаллах, этот вопрос будет решен, когда мы сможем сами сесть и его решить, будучи свободными, неоккупированными. Мы, иншаллах, его по-доброму этот вопрос решим. Саламу алейкум, как ты думаешь насчет слов Кадырова, что все жители Цинторой и вокруг сел по ДНК нечеченцы, и что ты думаешь насчет слов Исы Ямадаева, почему Кадыровых в 98 году выгоняли из села, и Ямадаевы за них вступились, а также почему старшие дочери Кадырова очень похожи на аварских женщин? Уалейкум ассалам, твой комментарий просто переполнен, прямо вот от него несет националистической такой ересью. Во-первых, что подразумевается под «похожи на аварских женщин», а не что аварские женщины имеют какой-то определенный внешний вид, они, в смысле, азиаты или они африканцы, они не так выглядят, как наши женщины. Что это было такое, похоже на аварских женщин? А наши женщины на кого похожи? Субханаллах, как вы можете такие вещи писать, я поражаю. Я понимаю, если бы ты сказал бы на казахов, на киргизов, на азиатов, допустим, есть внешние отличия, но аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, они все относятся к такой же европейной расе, как и мы. Они выглядят так же, как и мы. Между нами нет никакой разницы. Мы все созданы из одного теста. Как можно такие вещи говорить? Что значит, я не знаю этой истории, чтобы Кадыровых изгоняли из Центероя, я этого не слышал. Если такое было, то, не знаю, думаю, об этом знали бы. В общем, я не знаю, как это прокомментировать, я не в курсе. Я понимаю, в целом, да, намек этого сообщения на то, что якобы они не чеченцы, да, Кадыровы. Но, увы, увы, но они чеченцы. Пора уже спуститься вам на землю и понять, что чеченцы – это обычные люди. И среди нас есть очень хорошие люди, а есть и очень отвратительные, мерзкие люди. И их, к сожалению, у нас оказалось немало. Осознайте это уже. Томсо, как ты, наверное, знаешь, многие кавказцы обвиняют русских в ксенофобии и национализме. Но, по моим наблюдениям, уроженцы Северного Кавказа сами страдают от этих пороков. Когда ты посещал русские города, чувствовал ли ты к себе неприязнь? По-моему, кавказцы презирают русских. Что ты думаешь об этом? Я думаю, что ты прав в том, что это не особенность русских людей – ксенофобия. Этим страдают все, наверное, народы. Везде есть вот эти вот сторонники того, что они самые великие, самые мощные. И, к сожалению, кавказские народы тоже не лишены этого недуга. Поэтому здесь я в первую очередь считаю, что каждый человек должен как-то бороться с этим внутри себя, для своего народа, своей семьи, а потом только уже выходить за пределы и видеть вот эту щепку в глазах другого, не замечая у себя бревна. Это та проблема, которая присутствует, я думаю, во всем мире и у всех народов. Никто этого не лишен. Даже сахабы, сподвижники, даже они были… Ну, иногда этот вопрос вставал даже среди них. В хадисах мы знаем, да, те истории, когда пророк Мирим был, если они Аллаха порицал их за это. Если они, те, кто были наилучшими созданиями в этом мире, и никто с ними уже никогда не сравнится, если даже они были подвержены этому влиянию, то мы-то тем более будем этому подвержены. Надо понимать, что национализм – это та нечистота, которая присутствует в каждом человеке. Насколько бы хорошим он ни был, она в нем присутствует. И преуспел тот, кто с ней борется как-то более успешно. Если борешься с ней, значит, ты преуспел. И тебя не назовут националистом. Ты можешь называть себя ненационалистом. Если же ты плохо с этим борешься, и эта нечисть преодолевает тебя, то ты становишься националистом. Субтитры создавал DimaTorzok